Если строятся дома, значит все больше людей могут строить свою жизнь. Кто-то получит новую квартиру в подарок, а кто-то ждет ее многие годы. Но в любом случае собственное жилье – основа для осуществления множества жизненных планов. В Гомеле в последние 10 лет появились десятки новых микрорайонов. Его территория раскинулась все дальше от центра. На окраинах выросли высотки и целые районы, состоящие только из частных домов. Можно воплотить мечту о жизни в квартире, а можно наслаждаться садом-огородом в своем частном доме. Не отстают и районные центры. О строительных планах – сюжет Марины Джалой. Примерно 390 тысяч квадратных метров жилья. Столько должны построить в Гомельской области в этом году. Немного менее трети от этой цифры – индивидуальное жилищное строительство. Пока работа идет даже с опережением. До конца 2017-го строительный комплекс региона задания планируют перевыполнить. Уже сейчас, кстати, примерно на 35% больше, чем весь объем годового плана, построены жилья с господдержкой. Почти 50 тысяч квадратных метров вместо запланированных 31,5 тысячи. Это очень хороший показатель, который характеризует оценку вообще перспективы области в плане строительства. На сегодняшний день от задания, которое доведено области Совета Министров, это выполнено на 74%. Мы идем с такими темпами для того, чтобы максимально обеспечить всех нуждающихся, все категории граждан жильем. Обеспечить жильем нуждающихся в этом людей – приоритетная задача. Ведь еще несколько лет назад в целом по Беларуси ежегодно с господдержкой строилось порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. В минувшем году эта цифра не дотянула и до миллиона. Задание на этот – 450 тысяч. В Гомеле утвержден уже новый генеральный план, и согласно этого генерального плана есть зоны, которые будут активно строиться в ближайшие годы. Одна из таких зон – это вот мы видим, развивается наш 104-й микрорайон, развивается 59-й микрорайон, ну и город будет расширяться. Что касается регионов, то наиболее активное строительство на сегодняшний день, если брать региональные центры, это, конечно, в городе Мозыре, затем идет город Жлобин, Светлогорск, ну крупные населенные пункты. Там в первую очередь вступили в такую, скажем, стадию, как строительство коммерческого жилья. Не так давно коммерческие дома были новинкой. С появлением этого направления для тысяч семей снят квартирный вопрос. В целом по Гомельской области готовы к продаже и ждут своих хозяев около 500 квартир. Вместе с тем часть нуждающихся может быть обеспечена социальным жильем. Благодаря технико-экономической помощи Китая в Гомельском районе и райцентрах области строятся или запланированы социальные дома. Например, будущие жильцы этого социального дома в Мозыре совсем скоро справят новоселье. При поддержке китайских инвесторов строительство идет активными темпами и должно подойти к завершению уже в августе. Здесь же, согласно современным тенденциям, строят экономичные дома типовых потребительских качеств. Самый бюджетный вариант с использованием белорусских стройматериалов. Получается гарантированная господдержка в двух плоскостях – и для нуждающихся, и для стройотрасли. Один из примеров – многоквартирный четырехподъездный крупнопанельный дом, возводимый силами ДСК. Кстати, в Мозыре до конца года планируют построить около 77 тысяч квадратных метров. В настоящее время в Мозыре введено 42 тысячи метров квадратных жилья, что составляет 59% от годового задания. Строятся два долевых дома. Реализуется в четвертом микрорайоне арендный дом, запланирован к вводу в октябре месяце 2017 года. Еще один сегмент – индивидуальное жилищное строительство. Оно актуально не только для районных центров, но и для Гомеля. И это не только поиск территории и дальнейшая продажа или выделение участков. Есть возможность строить и продавать готовые дома. Прорабатываются вопросы, скажем так, для Гомеля не специфического такого характера. Это строительство индивидуальной живой застройки. Вот различные варианты мы на сегодняшний день проработали. Ну и планируем, что в этом году, возможно, мы займемся, скажем так, выбором площадки. Есть различные уже на сегодняшний день наметки. Ну и строительство подобного жилья, которое, скажем так, для наших гомельчан будет новинкой. И мы хотим в этом сегменте, в том числе в Гомеле, выступать в виде заказчиков. Целый новый микрорайон со своей инфраструктурой вырастет в железнодорожном районе Гомеля. Сейчас здесь прокладываются сети, ведутся основные подготовительные работы. А тем временем люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, подают заявление на строительство квартир в первом доме. Условия кредитования – 50% ставки рефинансирования. Большая стройка развернулась и на улице Федюнинского. Всего здесь построят 10 домов. Первую 11-этажку, в которой будет более 130 квартир, сдадут уже в конце этого года. А в начале следующего в доме появятся первые новоселы. Чаще всего в новые дома заселяются молодые семьи. А значит, появляется вопрос наличия поблизости детских садов и школ. Площадки под социальную инфраструктуру определяются заранее. Но бюджетных денег на быстрое строительство таких объектов не хватает. Вариант – использовать для детских садов первые этажи высоток. Пилотный для всей области проект сейчас реализуют в 19-м микрорайоне областного центра. Причем финансовую нагрузку берет на себя застройщик. В данном случае – Гомельский домостроительный комбинат. Проработаны точки и в 20-м микрорайоне, и в 17-м микрорайоне, и в 18-м, там где у нас опоставались свободные площадки. И значит, строительство именно жилдомов с детскими садами. Кроме того, даже прорабатывается и в 59-м, и в 104-м такое есть, ну только в стадии проработки. Именно строительство для того, чтобы снять социальное напряжение, строительство отстроенных детских садов. Строительная сфера неразрывно связана с экономикой. Например, изготовление и продажа стройматериалов, поступление в бюджет, появление социальной инфраструктуры, те же детские сады в многоэтажках. А кроме того, это создание новых рабочих мест. На сегодняшний день на более чем 140 предприятиях Гомельской области работает свыше 20 тысяч строителей. И хорошо бы, чтобы у них всегда была работа, а у тех, кто очень ждет собственное жилье.